Решение о реорганизации медицинских учреждений — мера, связанная с федеральными вводными. Сейчас перед системой здравоохранения поставлена задача выполнения стандартов и порядка лечения. Большинство лечебных учреждений, которые планируются объединить, выполнять эти требования собственными силами не могут. Поэтому нужно консолидировать трудовые, материально-технические и финансовые ресурсы. За терапевтами сохранятся их участки, а узкие специалисты большую часть времени будут принимать больных на рабочем месте. И лишь раз-два в неделю вести прием в других поликлиниках. Специалисты, которые работают на своих местах работы, не секрет, они подрабатывают уже во многих поликлиниках. Мы этот процесс просто возьмем, ну, можем так сказать, под контроль. И когда уже эта помощь, будут распределяться наиболее сложные участки, наиболее проблемные поликлиники. А где-то, соответственно, врач также может увеличить прием и будет вести прием населению из той же другой поликлиники. Конечно, по электронной записи, по записи, по телефону. Но самое главное, что у человека будет возможность получить бесплатную, квалифицированную медицинскую помощь. Вместе с тем, грядущие реформы у медработников порождают много вопросов. И главное из них – последует ли вслед за объединением медучреждений увольнения. Сокращение, если и коснется, то лишь ставок прочего персонала – бухгалтеров, кадровиков, юристов. Медицинский же персонал заверили в Минздраве, сокращение никоим образом не затронет. Это принципиальная позиция. Чтобы никто не волновался, я хочу еще раз сказать, что все поликлиники остаются на своих местах. Все врачи остаются в своих кабинетах и на своих местах. Единственное, что, конечно, будет перераспределение сил медицинских работников. Потому что мы на сегодняшний день, при том дефиците медицинских кадров врачебных, должны рационально расставлять врачебные кадры для оказания медицинской помощи. И, конечно, увеличить нагрузку на средний медицинский персонал. Это будет сделано безусловно. Главная цель слияния медучреждений – повысить качество и доступность медицинской помощи. Некоторые учреждения города имеют высокотехнологичное оборудование. Отличных специалистов, тогда как в других, ситуация оставляет желать лучшего. Для Екатерины и ее ребенка каждый профосмотр становился настоящим кошмаром. Чтобы пройти узких специалистов, приходилось ехать в другой район, в третью больницу и платить деньги. Мы с моим ребенком живем в Кензяковке, в железнодорожном районе. В нашей больнице нет узких специалистов, нет возможности их пройти. И мы обращаемся сюда. Но я слышала, что скоро в третьей детской больнице появится такая возможность проходить этих специалистов бесплатно. Это очень хорошо. Это очень здорово. Конечно, есть много факторов риска, которые сложно прогнозировать. Но сегодня все основные моменты, уверяют в Министерстве здравоохранения, предусмотрены. Тем не менее, если поступят сигналы от коллективов, что их проблемы игнорируются, власти будут встречаться с людьми. Нужно усилить разъяснительную работу, отметила Валентина Караулова. Потому что чем больше информации, тем меньше возможности ее искажения. Мария Пугачева, Герман Баранов, Вести, Ульяновск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова